всем привет нет это не очередное видео про районы познания сегодня поговорим немного о другом все дело в том что к нам в инсту часто обращается в последнее время запросами как-то прокомментировать проект программы мешкание на старт который недавно опубликовало правительство что это за ипотека стоит ли ожидать либо сейчас складываться в рыночные ипотеки как она повлияет на рынок ну и в целом все 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 поэтому предлагаю сегодня поговорить именно о мешкании на старт я расскажу какие-то там сухие цифры которые показала нам правительство и вместе с вами постараемся провести какую-то аналитику как эта программа повлияет на рынок недвижимости что подорожает что подешевеет стоит ждать или не стоит ждать я не планировал записывать это видео думал обойтись только какими-то stories сами в инсте поэтому да подписывайтесь на наш инстаграм там информация обновляется намного быстрее чем ютюбе вот но все же понял что нужно об этом поговорить и буду рассказывать вам как говорится с ног вот так гуляя по своему райончику как раз на заднем фоне покажу что сейчас строится как процветает пригород итак для начала для тех кто пропустил все новости вообще не в курсе что происходит недавно правительство опубликовала проект программы и мешкание на старт это льготная ипотека которая должна прийти на смену безопасному кредиту 2 процента там изменений произошло не сильно много от самого сырого проекта который был опубликован еще полгода назад но все равно это остается проектом этот проект может измениться n количество раз до выхода самой программы поэтому не сильно я люблю комментировать проекты но раз вы просите погнали мешкание на старт это льготная ипотека как я уже сказал которая приходит на смену безопасному кредиту 2 процента и рассчитана на покупку первой квартиры либо первого дома в польше то есть как или было безопасный кредит 2 процента существует одно исключение для семей у которых три и более детей мешкание на старт позволяет купить вторую квартиру либо дом но с тем условием что вторая квартира или дом будут по площади больше чем существующие то есть такой проект расширения жилплощади для многодетных если многодетные здесь применимо существует несколько критериев для тех кто будет подавать заявки на эту ипотеку возрастной но он существует только для синглов то есть если это один человек который будет подавать заявку на мешкание на старт то он должен быть младше 35 лет для остальных для пар семей с одним ребенком двумя таких возрастных критериев не существует фишка этой льготной ипотеки новой заключается в опроцентовании то есть процентной ставки и дотациях от бгк потому что она зависит от размера семьи к примеру если заявку на ипотеку подает один человек либо пара у них процентная ставка составит полтора процента если подает семья с одним ребенком то процентная ставка будет составлять один процент семья с двумя детьми процентная ставка полпроцента и у кого трое и больше детей для тех процентная ставка будет 0 процентов ну и давайте сразу к оговоркам То есть это не сухие цифры, 0%, значит вы там ничего не платите, у вас ничего не облагается процентами. Нет. Также помимо этих процентов будет существовать маржа банка. Сейчас она составляет где-то от 2 до 3%. То есть если у вас трое детей, вы подаетесь на мешкание на старт, то добавляйте еще маржу банка, у вас процентная ставка будет 2-3%. Опять же эти 2-3% они будут первые 10 лет. В 10 лет все остальные дотации по процентам будет за вас выплачивать БГК. Вот после 10 лет вы переходите на рыночное кредитование, то есть на рыночный процент по ипотекам, который сейчас составляет 7-8% это без маржи банка. Плюс добавьте в маржу, ну того там 9-10%. Саму ипотеку можно будет взять сроком не менее 15 лет. То есть не получится взять ипотеку только на 10 лет, именно на льготный период, успешно ее погасить и жить счастливо. Нет, минимум 15 лет, то есть 5 лет как минимум вам придется оплатить по рыночным процентам. Я не нашел это в проекте программы, но мне кажется, как и в случае с 2% кредитом, будут запрещены любые переплаты по кредиту в первые 10 лет. Если вы пытаетесь переплатить и погасить кредит заранее в эти 10 лет льготного периода, то БГК его лишает вас льготного периода и плюс еще заставляет вернуть все дотации обратно в банк. Поэтому, опять же, переплатить не получится. Максимальная сумма по ипотеке также будет зависеть от размера семьи. Она будет начинаться от 200 тысяч злотых для одного человека и заканчивается 600 для семьи с тремя детьми. При этом ранее в проекте присутствовало то, что за каждого последующего члена семьи, то есть если у вас четверо детей, банк может добавить 100 тысяч злотых к максимальной планке. В нынешней программе, в нынешнем проекте эта информация уже отсутствует. Но такие порталы, как Business Insider, Money.pl, они, опять же, написали о том, что за каждого следующего члена семьи будет добавляться по 100 тысяч. В проекте я этого не увидел. Либо эти порталы путают старое с новым, либо у них есть какая-то дополнительная информация, о которой мы не знаем. Следующее важное ограничение, которое присутствует в программе, это максимальный средний доход на семью. Не минимальный, а именно максимальный. Сделано это для того, чтобы люди, у которых хороший доход, не пользовались этой программой, а брали какие-то рыночные продукты. Программа предназначена именно для тех, кто не может позволить пользоваться рыночными процентами, но нуждается в своем жилье. Так вот, максимальный средний доход должен составлять для одного человека это 7 тысяч злотых брута в месяц. Для семьи из двух человек 13, для трех 16, для четырех 19,5 и для пяти и более 23 тысячи злотых в месяц. Средний доход считается за год до подачи заявления на эту ипотеку. Грубо говоря, если вы подаете заявку 1 июля 2024 года, то средний доход в месяц у вас будет высчитываться с 1 июля 2023 года по 1 июля 2024. То есть не получится сделать какой-нибудь искусственный, увеличить доход или уменьшить на пару месяцев и подать заявку. Нет, он будет рассчитываться в течение года. Поэтому стоит сейчас уже позаботиться о показателях, которые вы будете предоставлять в банк. Отмечу, что в первоначальном варианте, когда показали эту программу полгода назад, может чуть меньше, эти цифры были больше. То есть больше количества людей попадали в эту программу, могли подать заявку. Сейчас цифры уменьшились и уменьшилось количество человек. Еще раз отмечу, это максимальный средний доход. Это не значит, что люди, которые получают больше, не смогут подать заявку на эту ипотеку. Конечно, смогут. Но в случае, если ваш средний доход превышает эту планку, то размеры дотации, которые вы будете получать от государства, существенно снижаются. То есть вот эта процентная ставка, о которой мы говорили, которая зависит от количества членов семьи, она будет увеличиваться. Точная дата, когда эта ипотечная программа увидит рынок, неизвестна. Пока предполагают, что это будет осень. Еще очень важное изменение в этом проекте программы, которая сейчас показала правительство, это страховка от того, чтобы эта ипотека не повлияла на рынок недвижимости, на рынок цен, так как повлиял безопасный кредит 2%. Что придумало правительство? Заявки на эту программу будут приниматься порционно, чтобы было равномерное распределение по количеству выданных ипотек. В один квартал будет приниматься 15 тысяч заявок. То есть 15 тысяч приняли, потом идет отсечка, больше не принимается. И так до следующего квартала, начала следующего квартала. Получается, что квартал 15 тысяч, какой-то перерыв, следующий квартал 15 тысяч, какой-то перерыв. Вроде по цифрам я рассказал все. Если что-то упустил, напишите в комментариях. Давайте теперь вместе подумаем, как это все будет. Работать. Начнем с конца. С количества заявок, которые будут принимать в квартал банки по этой программе, чтобы она не сломала рынок. Это здравое решение, с одной стороны, потому что спрос на квартиры будет искусственно уменьшен. С другой стороны, если мы будем сравнивать с безопасным кредитом 2%, то на безопасный кредит за 7 месяцев поступило более 100 тысяч заявок, из которых были одобрены 62 тысячи. Здесь же с этой отсечкой в 15 тысяч в квартал банки за год смогут принять только 60 тысяч заявок, что значительно меньше. Если смотреть по процентному соотношению поданных заявок и одобренных, в случае с безопасным кредитом одобряли каждую третью. То есть 100 тысяч поступило, 60 одобрили, 2 трети. Получается, да, не каждую третью, каждую третью не одобряли. Если это переносить на мешкание на старт, то за год поступит 60 тысяч заявок максимум. Из них одобрят только 40 тысяч, что значительно и значительно меньше, чем было с безопасным кредитом. Напомню, что безопасный кредит, вот это количество, которое я называл, поступило только за 7 месяцев, здесь же в течение года. То есть влезть в эту лодку смогут далеко не все и получить какое-то положительное решение в течение года. Поэтому в программе заложено, что эта программа будет действовать, по-моему, 3 года, чтобы большее количество людей смогло в ней поучаствовать. Что еще важно в этом проекте? То, что это проект, который показало правительство, а значит, что он уже в разработке. И, скорее всего, рынок увидит эту ипотеку, может быть, летом, может быть, осенью, может быть, зимой, но она готовится. Потому что, когда я общался с многими риэлторами, директорами агентств недвижимости в Познане, в Кракове, они все были скептически настроены, что правительство сможет выпустить эту программу на тех условиях, которые они анонсировали изначально, после вот этого безопасного кредита 2% и как он повлиял на рынок недвижимости. Все были настроены скептически и сказали, что это, скорее всего, популизм, кредит в 0%. Но вот видим, что правительство все же-таки работает и готовит. Так что, скорее всего, эта ипотека будет. Еще один интересный момент, который присутствует в этом проекте программы, это гарантия БГК. То есть, гарантия БГК до 100 тысяч. Получается, что мешкание на старт будет совмещать в себе, как-то смешивать, перемешивать, два проекта, две программы, которые существуют. Одна существует, вторая существовала. Это, как я уже говорил, безопасный кредит 2%. И программа, которая существует до сих пор, это кредит без властного вклада, то есть, без собственных средств. Вот, потому что эти собственные средства, вот как раз, заменяются гарантией БГК. Но, опять же, давайте посчитаем вместе. Гарантия дается только на 100 тысяч. Получается, что первоначальный платеж обычно банки принимают в размере 20%. Если мы берем ипотеку на 500 тысяч, то 20% властного вклада должно составлять 100 тысяч. Как раз это и есть гарантия от БГК, которую она дает банкам. И выходит, что на 500 тысяч можно взять кредит без властного вклада, без собственных денег. Гарантия БГК плюс остальное добираем банкам. Если мы берем ипотеку на 600 тысяч, то здесь 20% составляет 120 тысяч злотых. Вроде я правильно посчитал, если нет, перепроверьте на калькуляторе. И выходит, что гарантией мы покрываем только 100 тысяч, и все-таки нужно иметь свои 20 тысяч собственных средств, которые доложить. Но все равно это очень прикольный шейк двух программ, что позволяет воспользоваться этим мешканием на старт еще большему количеству людей. Что касается минусов этой программы, это то, что под нее могут попасть очень много людей. То есть большое количество человек, которые проходят по всем критериям и которые потенциально могут подать заявку и подадут скорее всего. Поэтому стоит заранее побеспокоиться, подготовиться к кредиту, как мы любим говорить. Хотя бы даже с той стороны, чтобы уравнять свой какой-то средний доход, по которым будут смотреть банки вашу там сдольность и проходите ли вы по эту программу или нет. Опять же популярный вопрос, а какой минимальный должен быть средний доход в месяц, чтобы банк выдал эту ипотеку. В проекте об этом ничего не указано. Но понятно, что если у вас будет средний доход в 0%, банки вам не выдадут ипотеку, потому что вам нечем будет ее оплачивать. Я думаю, что какой-то минимальный, даже краевая минимальная, подойдет для того, чтобы получить эту ипотеку. Стоит ли ждать эту программу, чтобы подать на нее заявку, либо сейчас пользоваться рыночным продуктом? Я думаю, что все-таки стоит, особенно для семей, у которых есть 2, 3 и более детей, для них это очень хороший вариант закрыть свой квартирный вопрос. Для синглов или пар, но не совсем сладкие условия получаются по этой ипотеке, потому что максимальная сумма, которую они могут получить, это 200 тысяч. За 200 тысяч сейчас ничего не купишь, нужно докладывать еще какие-нибудь свои 200 тысяч, ну и процент будет там близко к рыночному. Поэтому им ждать я не вижу смысла, но семям, у кого двое-трое детей, им стоит подождать, чтобы податься. Но до этого срока нужно подготовиться опять же к средним доходам в месяц. Я рекомендую проверить свои данные, свою сдольность, просчитать средний доход в месяц и сможете ли вы пройти в эту программу уже сейчас. Можете обращаться к нам, ссылка как всегда, вот здесь в описании. У нас есть русскоязычная дарация кредитовая, которая вас проконсультирует, скажет, что нужно сделать, чтобы попасть в эту программу, как улучшить или ухудшить сдольность. Может быть, предложат какие-то другие варианты. Это все бесплатно, естественно, так что можете смело обращаться, писать. Мне либо по ссылке в описании, чтобы встретиться, дараться, обсудить все нюансы. Также уже сейчас можно самостоятельно, либо через риэлторов присматривать к себе то, что вы желаете приобрести. Потому что ипотека, как вы знаете, а может и не знаете, то я вам расскажу, выдается под определенный объект. И когда человек идет к дарации, дарация говорит, что вы можете все получить, у вас хорошая сдольность, давайте подавать документы. Человек начинает метаться, на что подавать документы, если нет недвижимости. Поэтому уже присматривайте то, что вы хотите купить. Если самостоятельно не можете, нет у вас доступа к рынку первички, а, скорее всего, у вас нету, можете обращаться к нам. Выберем, подберем для вас лучший вариант из первички или вторички. Доступ к этим базам есть. И дальше с этим объектом вы уже можете идти к дарации кредитовому. Поэтому так будет более точный прогноз вашей сдольности, сможете вы получить ипотеку или нет. Фух, надеюсь, все. Если что-то пропустил, то напишите в комментариях, что я могу упустить, потому что я не готовился к записи. Как видите, записываю с рук. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить какие-то апдейты по этой программе, если она вас интересует. Подписывайтесь на наш инсту, там выходят чаще обновления. Пишите, если у вас остались какие-то вопросы, можете в комментариях, можете лично мне. Постараюсь на все ответить. Ну и надолго не прощаемся. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok